ММСО онлайн Подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиадам. Уроки ведут опытные учителя, эксперты ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели из МГУ, МФТИ и Бауманки. Разрешите представиться тематический куратор сессии для школьных управленцев Людмила Серикова. Вот так команда ММСО долго, основательно подбирала главную тему года. У нас есть гипотеза, что из всех трудностей, с которыми сталкивается сегодня директор, одной из самых важных считается та трудность, которая оформляет все школьное пространство, создает его и организует. И команда наша, ММСО, директор школы, выдвигает тему года «Школьная образовательная среда». Кстати, несколько групп экспертов нам уже удалось опросить. Они поддержали, что мы на правильном пути и мы стартуем. У нас будет несколько сессий. Каждая имеет свою подтему. Мы коснемся школьных сообществ. Которые организуют эту среду, поддерживая отношения. Мы рассмотрим, как сегодня выглядит сетевое взаимодействие. Это тоже некая образовательная среда, которая школа и все, что около школы создающие. Мы точно понимаем, что мы должны будем выстроить, как формируется школьное пространство. Кстати, вот со школьного пространства, с того пространственного окружения мы и начнем. Коллеги, у нас всегда будут эксперты в этой теме. Это наше научное сообщество и практики. Потому что интересно упаковать и посмотреть, как эти продукты образовательные, управленческие, реально создаются и воплощаются. Вот так вот, скорее всего, в каком-то диалоге и разговоре мы надеемся поднимать самые актуальные темы, ну и быть интересным нашему директорскому сообществу. Коллеги, у меня сегодня есть интересные собеседники для темы «Школьное пространство» и как оно влияет на ученика. Я с большим интересом представляю, с большой симпатией и уважением моих сегодняшних собеседников. Это Витольд Альбертович Ясвин, доктор психологических наук, доктор педагогических наук. И бесспорно скажу, что эксперт в этой теме на сегодняшний день в нашем государстве, в нашей стране один из самых основных. Витольд Альбертович, я сразу, наверное, передам вам слово. Я вас прошу, задайте контекст разговора. Образовательная среда и образовательное пространство. Что это сегодня в школе? Замечательно. Вот знаете, когда я вас, Людмила, слушал, во мне уже проснулся профессорский зуд. Вот делать замечание диссертанту. Вот мы слово «среда» и слово «пространство» с вами написали, сказали через запятую, по сути. Это синонимы, это далеко не синонимы. И вот с этого мифа первого я начну, потому что на самом деле это очень часто, когда мы и среду, и пространство просто пишем через запятую, не вкладывая особого смысла в это. Значит, начну с того, что у меня есть некий мем, который я сочинил, что пространство становится средой, когда условия становятся возможностями. Вот смотрите, о чём идёт речь, да, то есть пространство категория объективная, а среда категория субъективная, то есть не существует среды вне того, кого она окружает. Когда мы говорим о среде, мы говорим, что это среда ученика или среда учителя или среда родителя, то есть всегда должен быть субъект, который окружён этой средой. Субъект, значит, он имеет возможность сделать выбор, да, вот и тогда то. Окружение, в котором мы делаем свой реальный выбор, оно и есть наша среда. То есть, а вот пространство – это объективно, оно с вами не будет, а пространство Российской Федерации, оно вполне себе будет существовать. Когда мы говорим о школе, почему это среда? Потому что для среды является ещё такое умное слово, мы, наверное, в школе его помним, популяция. То есть, это когда, да, особи одного вида могут скрещиваться между собой и живут на одной территории. То есть, и вот среда – это всегда популяция. В том смысле, ну, мы-то с вами скрещиваемся, взаимодействуем, общаемся, да, в этом ключе и находимся на одной территории. И поэтому мы будем грамотно сказать, с одной стороны, что школа – это, безусловно, среда, класс, кружок, семья, клуб, да, спортивная секция – всё это, безусловно, среда. А вот когда мы говорим о пространстве, то мы говорим, смотрите, мы, кстати, так и говорим чаще всего, мы не говорим образовательная среда Москвы, мы говорим образовательное пространство города Москвы, образовательное пространство Российской Федерации. С другой стороны, в среде есть пространственно-предметный компонент среды, да, то есть вот стол, стул, стены, то есть и очень часто, кстати, чиновники отождествляют среду именно исключительно с пространственно-предметным компонентом. Можно, Витальд Альбертович, я так и прокомментирую всем нам, то есть большая тема года – это как раз образовательная среда, а вот та тема, которую мы сегодня можем пообсуждать – это вот пространственно-предметное окружение. Давайте посмотрим, как сегодня в школе выстраивается пространственно-предметное окружение, влияет ли на него директор сегодня, и вообще может ли выступить объектом управления вот это пространственное окружение. Ну, можно выделить несколько аспектов, которые сразу же приходят в голову в плане управления пространством, но вот один из них, мне, например, кажется очень ценной – это идея распределенного музея. Потому что, когда мы говорим «школьный музей», нам обычно приходит в голову какая картинка, что есть какая-то дверь, на ней висит слово «музей», табличка написана, и в определенное время туда ходят экскурсии, водят специально подготовленные дети, проводят эти экскурсии. А здесь идея другая. Что такое распределенный музей? Я это видел своими глазами в двух школах – в московской школе «Рудит» и в школе будущего. Это Калининградская область, поселок Большой Исаково-Гурьевского района. И директор Алексей Викторович Голубицкий – мой замечательный друг. Идея заключается в том, что разные удивительные вещи, они распределены по школьным коридорам, будем говорить, холлам, коридорам. То есть где-то мы видим коллекцию монет, где-то, скажем, коллекция, допустим, орденов или автомобилей, или какие-то физические приборы, которые можно, опять же, если можно, то можно с ними и что-то сделать еще, включить, выключить и проверить. Или нет, или можно просто посмотреть, полюбоваться, и, соответственно, есть текст, фотографии. В общем, вот эта идея, мне кажется, очень хорошая для школьного пространства. А идет она от Яна Мосса-Каменского, который когда-то писал, что в школе обязательно должны быть чудеса, в школе должны быть телескопы, ну или подзорные трубы, что в той эпоху было. В школе должно быть то, что будет ребенка удивлять, и он туда может заходить и удивляться. Отлично, Виталий Альбертович, вы сразу вот, сразу с интересного начали, и у меня появилось для наших слушателей, для наших директоров задание. У вас есть чат, и вы спокойно можете подключиться сейчас и с нами вместе провести, так скажем, интерактив. Коллеги, у меня к вам такое предложение. Мы понимаем все, что когда кто-то приходит в школу, вот вы, например, были, да, его родит и в школе будущего в Калининграде, и вас сразу куда-то повел директор. Директор встречал. Действительно так, да. Вот у меня предложение, коллеги, в чате прямо сейчас же, начинайте писать, куда вы, как руководитель школы, поведете в первую очередь своих гостей-посетителей. И, кстати, это будет интересно, почему именно эта экскурсия, почему именно эти помещения вы выбираете для этого визита. Коллеги, пишите и обязательно комментируйте. Я хочу удивить в этом смысле, вот если, знаете, если бы у нас была передача «Что, где, когда», вот педагогическая, и вопрос такой, а с чего начинает Евгений Александрович Ямбург экскурсию по своему образовательному центру 109? Вот, почему это мне в голову сейчас пришло, потому что, как вы догадываетесь, ответ будет… С кабинета директора? Нет, 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 холодно. Он показывает маленькие унитазики, которые когда-то он привез из Турции для маленьких унитазики для малышей. Вот, и он рассказывает о том, что когда он это увидел, он понял, что это должно быть в его школе, потому что ничего подобного никогда не было. Да, и он организовал уж его талант, мы все знаем, управленческий, да. Он каким-то образом организовал еще в 90-е, если я не ошибаюсь, годы. Поэтому школа может начинаться с чего угодно, да. А ведь в этом есть глубокая мудрость, потому что мы говорим, что ребенок будет активен, когда школа дает возможность… Это как раз про среду, да. Что когда школьная среда обеспечивает ему возможность удовлетворять весь иерархический комплекс его потребностей. Любое живое существо будет активным только в этом случае. Давайте вспомним какие-нибудь там инфузории. Нас в школе учили в пятом классе, в капельке мы наблюдали, в микроскоп, да. Половина капельки освещенная, половина затемненная. Инфузории, значит, все туда в освещенную часть. То есть, другими словами, любое живое существо, и мы с вами тоже, мы будем активны, если есть возможность удовлетворять свои потребности. И в этом смысле, да, Ямбург начинает с базового уровня, с физиологических и бытовых потребностей. По пирамиде идет. Когда рассказывает о своей школе. Спасибо, Витальд Арбетович, за такое вот вовлечение в тему, и мне это очень симпатично. Елена. Елена Евгеньевна Коркина. Сегодня не случайно вы здесь, Елен. Я с вами познакомилась совсем вот недавно, можно сказать, прямо вот в ритме таком современном сегодняшнем. Это вы руководитель проектов Центра независимых социальных исследований в Иркутске. И я знаю, что последний год вот именно тема пространственное окружение, школьная среда вас просто вот, я не знаю, привлекает. И расскажите, нам сегодня максимально интересно, какие выводы ваших исследований, и как понимают образовательную среду разные участники процесса, и как они создают эту среду каждый под себя. Ну тут что важно сказать, что то, о чем мы сейчас говорим, это исследования, которые мы вместе с компанией Мартелла, проектирующей школы, делали почти год, да, мы им занимались. В том числе захватили пандемию кусочек. И, наверное, у нас был такой заход, так скажем. Для нас было важно понять, какие есть запросы на пространство у разных акторов, которые в школе бывают, и какие есть запросы на образование, на школу в широком смысле. И здесь, что, наверное, занятно, что, с одной стороны, вроде бы они, есть ученики, есть учителя, есть локальное сообщество, есть родители. С одной стороны, можно делить их на группы, скажем, из того, что мы про школьников можем говорить, да, это какой-то набор из, там, десятка, наверное, вещей. Некоторые из них довольно простые. Речь может идти о том, что просто нужно достаточное количество пространства, например, да, просто простор обыкновенный. А некоторые из них не такие очевидны, например, в больших школах новых с обилием открытых пространств. Часто мы видим, что им не хватает, скорее, каких-то мест для уединенности. И я согласна с тем, что есть запрос, и вот здесь, кстати, у всех, у разных групп, на некоторое волшебство на школу, которое не похоже по своему пространству на школу, с одной стороны. Но с другой стороны, да, и когда мы приходим к ним в школу и говорим, проведите экскурсии. Вот у нас тоже было несколько таких экскурсий от учеников, от администраторов, от учителей. Действительно, куда ведут, в общем-то, чаще всего, ведут какие-то необычные места. Вот лабораториум какой-то невероятный, вот архитектурка там, пространство такое-то. Кто-то показывает какие-то свои зимние сады, ну, в общем, вот такое. Но при этом, когда мы приходим в школу и не просим их показать чего-то, а смотрим, где они сами проводят время, мы видим, что это объединяет, кстати, и, допустим, сельские школы, и старые, и новые. Первое – это то, что мы обнаруживаем детей, например, которые от пространств больших, да, атриумов, оказываются в раздевалке, в душевой, где они просто обсуждают какую-то возможность для них уйти куда-нибудь в уголок. И это, в общем, как ни странно, довольно универсально. Еще одна вещь, которая для меня, например, была неожиданной, хотя, наверное, можно было ее ожидать, это вообще такой запрос на то, чтобы иметь некоторые равные права с разными. У учеников разных возрастов они смотрят, что есть у учителей. У них есть комната отдыха для учителей, а у нас комната отдыха нет. Как это? И, кстати, говорят, вполне зеркально в случае с учителями тоже, у которых, особенно это видно по школам, ну, вот есть у нас несколько, не в новых школах, но где есть образовательные концепции, еще многие из них из 90-х, когда были 10 лет назад, 20 лет назад, еще были такие пространства для учителей, сейчас они как бы отдаются ученикам, и учителя теряют некоторую свою, ну, вообще возможность чего-то контролировать. Когда мы видим, что одновременно, вот если говорить про запросы учителей, есть такая концепция, ее часто в новых школах реализуют, когда мы делаем универсальные классы. Да, учителя лишаются своего такого предметного места, у этого есть свои плюсы, но если мы одновременно делаем открытую учительскую, одновременно делаем отсутствие вот этого места предметного для учителя, тогда у него возникает, собственно, вот этот запрос на то, чтобы где-то присутствовать и иметь место свое для какого-то отдыха, чтобы быть зачастую невидимым в какой-то момент для учеников у кого-то еще. То есть в целом довольно, запросы, скажем так, довольно разные, но в чем-то они совпадают. Общие есть запросы на какие-то общие, на выработку правил, на диалог, и для этого пространство тоже очень-очень важны. Есть общие запросы на какие-то право входа и право выхода, вот то, что тоже очень важно. Когда ученики не могут выйти из школы или не могут попасть в школьный двор, это тоже довольно часто бывает. Хотя там, по-моему, в докладе Всемирного банка, по-моему, за год 19, там как раз доступ к природе и к школьному двору. Это одна из базовых потребностей, наряду там с светом, воздухом и так далее. И еще важный момент, который как-то озвучивают и учителя, и родители для детей, и сами дети, это какая-то возможность в том числе выйти из класса. Прекрасная, одна информантка сказала прекрасную вещь, она говорит, было бы, вот очень важно для моего ребенка, в том числе и для меня, это возможность, если есть какая-то перегрузка сенсорная или какая-то еще, выйти из класса и оказаться в пространстве, где этот ребенок просто может, не знаю, закричать, не помешав кому-то. Или, например, еще одна была такая очень локальная, но очень, мне кажется, классная идея, что очень школьное пространство, образовательное, такой мир, может быть, очень серьезный, и чересчур нагруженный разными ожиданиями и требованиями. Было бы здорово, чтобы были какие-то места, где, например, можно быть смешным и смеяться, или как-то проявлять эмоции, или, если ты нагружен, то место, где есть какие-то моторные вещи, где можно перебирать что-то или общаться с природой. Вообще, я бы сказала, телесные, тактильные вещи становятся какими-то суперактуальными, но это есть и запрос. И, в общем, только по нашим исследованиям видно, что это работает. И, наверное, еще одна важная штука про пространство – это то, что, когда мы говорим про пространство, может быть, или хочется многим, и многие говорят о трансформируемости пространства, об гибкости пространства. Коллега моя как раз из Мартелла, которой этой темой занималась, гибкостью Елены Вавиловой, она там обозначает это как такой треугольник. У нее треугольник – это универсальность, универсальное пространство такое, чтобы оно позволяло людям с разного возраста, разным акторам реализовывать свои потребности. С другой стороны, не чересчур какое-то такое подробно насыщенное, чтобы ежедневно его можно было проживать, чтобы оно не надоедало и не делало усталости. Второй момент для нее – это горизонтальность, как раз про правила. Если у всех есть возможность себя проявить, тогда нам нужны какие-то формы договоренности, чтобы мы могли договориться о том, чтобы всем было хорошо. И еще там она говорит о насыщенности пространства. Вот это как раз вот эти маленькие места, где есть пространство и для каких-то коллективных вещей, и для групповых, где есть возможность индивидуально выйти, отдохнуть, выдохнуть. Вот это, наверное, важные вещи. Ну и еще один из запросов, о котором все так или иначе говорят или проявляют его непрямо, это, конечно, про время. Время – это такой большой диктатор, большие скорости, разные задачи, нужно все успевать, нужно соответствовать времени и современности. Поэтому, наверное, две таких возможных движения. Первое – это если мы говорим, да, давайте мы будем этому диктатору соответствовать, тогда от школы и от пространства требуется некоторая инфраструктура и логистика. То есть так построено пространство, которое позволяет перемещаться максимально удобно, не мешать со звуком кому-то, как бы совмещать разные активности. Какая-то лабиринтообразность и сложность пространств, где можно разные функции реализовывать. С другой стороны, есть большой запрос вот как раз этой телесностью и выходом, особенно в пандемию и частной жизни, немножко в центр, да, и больше нам важна коммуникация, но важно и чувствовать себя хорошо. Там возникает другая история. Давайте мы немножко отложим время как диктатора, и, может быть, попробуем поискать разные временные какие-то режимы, в которых мы можем находиться. Скажем, какой-то момент, когда мы заходим в школу, особенно это важно для родителей, например, где есть какое-то время пережидания, да, какое-то такое, и ты уже не снаружи, но еще и не внутри, вот есть какое-то время для ожидания, для просто расслабленного пребывания. Время, мне кажется, очень сильно пространство сейчас начинает определять, и если пространство отвечает на вот эти вызовы времени, оно дает, мне кажется, для школы и для тех, кто в ней есть, большие возможности и большую заботу, я бы даже сказала. Благодарю. Витальд Альбертович, вот много прозвучало, снова дополняя нашу тему. Отнеситесь к этому. Отнесусь. Вот, значит, если мы возьмем требования, скажем, к личностно развивающей среде, а я в свое время, просто проанализировав там большой ряд работ, вот попытался что-то подобрать в таком ключе, то, смотрите, ваш рассказ, он вполне ложится на вот, ну, на кластеры, да, если так можно сказать, аналитические. Во-первых, среда должна быть гетерогенной и сложной. Что такое гетерогенная? Да, разнородная. Вот мы себе прекрасно понимаем, что однообразие убивает, поэтому, ну, вот я здесь только сами принципы, да, наверное, назову, потому что понятно, что иллюстрировать можно бесконечно, да, то есть сложности гетерогенной среды. Второе, аттрактивность среды. Среда должна быть как от слова аттракцион, да, то есть она манит и провоцирует какой-то активности, какой-то деятельности, вот, соблазняет, я бы даже сказал. Следующий момент безумно важный – это символизм среды. Вот то, на что мы очень часто, как мне кажется, недостаточно дорабатываем, да, потому что, ну, вот, смотрите, того же Ямбурга, ну, первый просто приходит в голову. У него школа, ну, как бы символизм – это Акуджава. Вы помните, да, это и памятник Акуджаве, и через цитаты Акуджавы и так далее. Следующий момент – это гибкость, вот то, о чём уже сегодня было сказано, да, это возможность трансформироваться. И, конечно, сегодня очень много есть просто, ну, назовём так, изобретений буквально, да, то есть изобретений вот таких трансформерных различных блоков, систем, когда можно перестроить что-то во что-то. Вот в мои времена очень гордились, знаете, вот ещё начиналось когда-то, сегодня можно только улыбаться, это когда нам показывали, я ещё студентом был, значит, кабинет, ну, может быть, географии, и, знаете, там одни доски уезжали, а другие приезжали. Вот это был как бы тогда символ вот такой трансформации, да, а мы сегодня понимаем, что наши возможности технические здесь просто беспредельны. И ещё два очень важных момента, вот таких абсолютно психологических, да, это эмоциональность среды, то есть среда, да, вот приведу простой пример, вот сегодня всё, я не знал, что я Евгения Оксаныча сегодня буду рассказывать о Центре образования 109, но просто прекрасный пример. Вот обычно, как коллектив педагогов, у нас висит, извините, висит, да, мы же сегодня об этом говорим, он висит на каком-то стенде, вот, причём лица, да, гвозди бы делать из этих людей, не было крепче в мире гвоздей, как сказал, да, поэт Маяковский. Вот переходный момент, это когда я видел в Берлине те же фотографии, только там все улыбаются обязательно, это как бы такой Мая, а у Евгения Оксаныча, он пошёл ещё дальше, у него все, на каждого педагога шаржи, то есть у него огромный, длинный коридор, да, и каждый педагог, он представлен шаржем на себя. И, наконец, то, о чём, опять же, да, вы уже говорили, это аутентичность среды. То есть ещё Корчик в своё время писал, что когда мы проектируем детский дом, как он, да, писал про свои вопросы, обязательно должны быть закуточки, да, под лесенками, там, закуточки, и он пишет буквально, ребёнок бежал, упал, ушиб коленку, ему больно, и он один или вместе с близким другом должен пережить вот это вот своё неприятное событие, и такие места должны быть. А сегодня, смотрите, мы, мне кажется, имеем тенденцию ровно обратную, среда становится школьной неаутентичной. То есть вот сейчас, обратите внимание, как в американских... Сейчас мы это видим, я это вижу, вот не буду называть школы, позвольте не называть, да, вот, как в американских фильмах, когда сидят полицейские, в середине этот бокс с аквариумом, в котором сидит начальник полиции, да, вот примерно то же самое. И обратите внимание, даже если мы возьмём кабинет директора старый, вот, ну, традиционный, там полно, там история этой школы в этом кабинете, там фотографии, там подарки, да, за много лет от выпускников, то есть там чудо, вот о котором мы с вами говорили, да. А в современных кабинетах, вот в этих новых генераций школ, да, там нет ничего, то есть сидит директор за стеклян... Ну, стеклянный супер-перепупер фирменный стол, супер-перепупер эппл-периэппл, и, собственно, это всё. У него даже нет традиционного шкафа с папочками, поскольку у него все папочки, видимо... А вот что должно такого произойти, чтобы директор поменялся? Или может ли он менять среду, даже вот ближнюю свою, не говоря, что и всё оставшееся в школе, и за стенами школы, это тоже в руках директора? Безусловно. Вот выскажитесь, корреки, по фразе. Вот что сегодня надо знать директору, уметь директору, чтобы в это включиться? Только кратко. Элена? Очень сложно стоять на позицию директора, но мне кажется, что, наверное, здесь включённость директора, это связь его всё-таки с тем, с кем он там есть в этой школе, и с коллективом, и с учениками. И, кстати говоря, в том числе с администрацией, с разными людьми, которые просто работают, не знаю, готовят, убирают и так далее. Всё-таки, мне кажется, субъектность – это коллективная школа, она принципиально важна. А директор сам по себе отдельно, или в некоторой иерархической конструкции? Ну, в общем, возможно, но очень сложно преодолевать это вот так вот сверху, мне кажется. Я с Еленой согласен абсолютно, потому что я бы не постеснялся сказать, нынче непопулярное слово, меня просто забанить могут, когда я его скажу. Мне нравится логика директора школы Сухомлинского, который, как вы, Елена, сказали, который связан психологически со всеми, назовём умное слово, членами образовательного сообщества, и с родителями, и всё. И тогда, понимаете, тогда школа, она становится неким центром притяжения, а в центр притяжения прибывают не только люди, не только их души, но и предметы. И вот эти предметы, они становятся частью вот этого чуда, частью истории, частью передачи. То есть, ну, понимаете, вот эта парка, за которой сидел там, я не знаю, какой-нибудь парень, который погиб в Афганистане и так далее. Понимаете, вот это же важно всё. И когда мы говорим, да, вот, знаете, с одной стороны и тенденции другие, а с другой стороны, другие люди становятся сегодня управленцами в школе. То есть, это не люди, часто сегодня мы видим, да, на практике, это не человек, вышедший из этого педколлектива, допустим, да, а ещё лучше, если он ещё в этой школе когда-то и учился, и её окончил. И тогда это для него всё родное, да, и тогда это пространство для него он будет беречь и приумножать. А сегодня мы видим тенденцию эффективных менеджеров, да, при этом есть ещё такая логика, что лучше, если директор будет откуда-то вообще из другого города. Витальд Альбертович, мы будем говорить о лучших образцах. О лучших? О лучших образцах, я понимаю, что... Ну, вот, помните, я сказал, что вы меня забаните. Это нет, мы не будем это делать. Вы знаете, как-то вот нам приходится, вот мне лично приходится общаться, и я вижу, насколько сами директора думающие, желающие делать. И больше я вижу таких, которые живут этим ценностью и действительно являются какой-то такой миссией несущей. Ну да, именно. Вот здесь таких больше. Вот я, Витальд Альбертович, буду здесь с вами спорить. Нет, в этом нет, а не надо спорить, я полностью с вами согласен. И поэтому я за то, вот я за светлая точно, и понимаю, что и мы сегодня говорим для тех, кто нас слышит, и для тех, кто разделяет и, скорее всего, тоже вкладывает в пространство школы свою какую-то историю. Кстати, с нами Катерина Николаевна Поливанова. Катерина Николаевна, вы нас слышите? У нас еще есть один спикер, он на расстоянии, сегодня в дистанте. Это Катерина Николаевна Поливанова, доктор психологических наук. Вы с нами, Катерина Николаевна? Да-да, я вас слышу. Ну, нам сейчас интересно, чтобы вы включились, отнеслись к тому, что мы уже вынесли и структурировали, ну и дополнили. Пожалуйста. Я боюсь, что я внесу, что называется, ложку дегтя в этот благостный разговор, который я сейчас слышала. А именно, вот я про что хотела сказать, коллеги. Пространство – это вещь абсолютно. Пространственно-предметное окружение – это крайне важно, это необыкновенно значимо и так далее, и так далее. Но предметы, которые нас окружают, и вот архитектура, которая нас окружает, она связана все-таки с тем, что мы делаем. И поэтому, если у нас с вами сохраняются самые, так сказать, архаичные способы преподавания, такое вещание, у меня, знаете, педагог в этом смысле ассоциируется с таким черным репродуктором, как раньше вот в фильмах о войне показывали, да, а детишки все на него смотрят. Вот если у нас такая манера, так сказать, такие действия, такое поведение, то тогда вся вот красота, о которой говорили коллеги, она, в общем, так сказать, ее можно сделать, да, но она усохнет и отвалится, что называется. В свое время, по-моему, примерно в 70-е годы прошлого века возникло такое понятие open schools, открытые школы. Американская такая идея была, да, и там были школы без стен, то есть такие огромные пространства, в которых, значит, где-то такое собирались какие-то там дети со взрослыми и чего-то учились. И я уже в конце 90-х была в одной норвежской школе, которая была архитектурно построена ровно как это open schools. Так вот, эти самые норвеги, значит, совершенно обалдели, простите за это слово, от этой самой открытости и поставили стенки все-таки, такие передвижные, типа ширмочек, где-то, значит, такие стеллажи они поставили, то есть они разгородили эту свою open school и сделали из нее ту школу, которая была им привычна на тот момент, да. Вот, поэтому, с одной стороны, я очень поддерживаю все, что было сказано, но, с другой стороны, надо понимать, что, как бы, самая красивая, самая правильно организованная школа, она, в общем, высохнет, что называется, если там не будет каких-то, ну, не будет там новых форм, понимаете, в чем дело. Вот, и школа сложилась, так как она сложилась, именно в своем архитектурном, так сказать, устройстве, она сложилась под ту модель преподавания, которая была. Вот, вот то, что я, значит, вычитала умных людей под тотальный институт, простите. Вот, и в этом смысле, да, детям нужно место где-нибудь, где они могут уединиться. Нужно, конечно, но позволят ли им педагоги уединиться? Потому что я сегодня слышу, мы очень много общаемся тоже, значит, изучаем, что думают педагоги, а они думают, что самостоятельность – дело хорошее, чтобы детки, значит, сами там что-то делали, это дело хорошее, но вот безопасность. Да, и если будут закуточки, где их никто не видит, то как-то над безопасностью будет. Вот, поэтому вот я думаю, что это такая тонкая, на самом деле, вещь. И в этом смысле у директора задачка-то не просто, понимаете, как-то стены перекрасить или передвинуть даже, а в него задачка немножко другую манеру как бы ввести. Вот о чем я бы хотела сказать, в связи с тем, что я сейчас слышала. Катерина Николаевна, правильное замечание принимаем, даже не замечание, а дополнение. Действительно, деятельность, новые формы взаимоотношений, новая какая-то история со смыслами и так далее. Катерина Николаевна, нам важно ваше мнение, прослеживается ли взаимосвязь между пространством и образовательными результатами. Что сегодня можно, на ваш взгляд, назвать новыми образовательными результатами? И как это заявить сегодня школе, чтобы педагогический коллектив включился в это, начиная это проращивать? Вот я здесь попрошу вас прокомментировать. Значит, я бы вот только слово «образовательные результаты» так сказать, взяла в кавычки и сказала бы «качество образования». Что такое современное качество образования? Вот так я бы вопрос поставила. Потому что образовательные результаты у нас там во ВГОСах, что называется, написаны. Понимаете? Нам от этого отойти очень трудно. Но если мы говорим о том, что такое качество образования, то весь мир сегодня считает, что важнейшей характеристикой качества образования является детское благополучие. И вот если вы сейчас осмыслите то, что я сказала, то дальше вам будет понятно, что в одном из интервью, значит, меня педагоги спрашивали, а как это возможно, чтобы дети показывали хорошие результаты и одновременно были благополучны? То есть в голове педагога получается, что хороший образовательный результат, то есть высокое достижение, высокий балл по ЕГЭ, и детское благополучие – это вещи несовместные, как гения и злодейство, что называется, хочется вспомнить. Понимаете? Так вот, мировое сообщество, ну, как минимум, начиная с 2015 года, как бы говорит о благополучии, как о характеристике качества образования. То есть какое бы хорошее образование мы не давали детям, если нет детского благополучия, то это все напрасно. Я должна сюда добавить очень грустную, на самом деле, статистику, что у нас миллениалы давали примерно 9% детей, сообщали о депрессивных симптомах, а вот это самое пресловутое поколение Z, оно уже дает 16%. То есть у нас, к сожалению, ситуация неблагополучия, ситуация депрессивных симптомов, это ситуация угрожающе растущая. И поэтому, если мы будем только фиксироваться на вот этих самых предметных образовательных результатах и не думать о том, какой ценой они даются, то тогда, мне кажется, что мы ступим на очень опасную почву. Вот. Поэтому, если говорить о качестве образования и вот о том, чему должна быть посвящена школа, то я бы вот на это очень сильно обратила внимание. И последнее, что я хочу сказать, я всегда этот пример привожу. Смотрите, значит, какой-нибудь наш замечательный хирург Пирогов делал, наверное, операции с очень плохой анестезией. Главное было там как бы справиться с проблемой. Сегодня мы не можем представить себе операцию с плохой анестезией. И нам кажется это естественным. Никто не начнет оперировать, если нет возможности обезболить человека. Так вот, наверное, нельзя учить, если мы не можем его учить благополучно. Вот. Мне бы хотелось сравнение все-таки удерживать. И вот об этом говорить серьезно, как я бы ответила на ваш вопрос. Спасибо, Катерина Николаевна. Да, прозвучал термин благополучие, детское благополучие. Бесспорно, мы сегодня... Вот, коллеги, как-то так получается, мы с вами постоянно в антитезе, да? То есть у нас постоянно сравнение. Действительно, сегодня школа и замкнутое пространство, и творческое пространство. Учитель, получается, действительно видит некую такую рамочность, боится, что ребенок останется в безопасном состоянии, если мы ему дадим этот уголок тишины, свободы, или он выйдет из класса один, а все остальные останутся на уроке. И мы не понимаем, как школа сегодня вот в этом вот антагоничном пространстве может существовать. Коллеги, вот я такой прямо вот вопрос задаю всем нам, вот сегодня в дискуссии участвующих. Как быть тогда школьному руководителю, директору при такой противоречивости сегодня школы? Как, в каком направлении, где ему черпать силы, как ему развивать все, что он сегодня делает ежедневно при такой противоречивости? Кто готов? Катерина Николаевна, можно? Да, потому что я знаю, что вас со временем. Катерина Николаевна, есть размышления или ответ? Ну, вы знаете, если бы у меня был ответ, я была бы директором школы, наверное, но я не решилась на эту карьеру, мне кажется. Да, ответственность сегодня велика. Вот, поэтому я, пожалуй, коллегам бы предоставила. Нет, ну понимаете, трудная эта работа, она действительно объективно трудная. Она сегодня оказалась, это работа директора школы, в ситуации кризиса, в ситуации перехода. Вот эти вот самые авторитарные способы, тут коллеги, наверное, все это за меня могут сказать замечательно, авторитарные способы передачи знаний, они не работают. Да, ну я в банальности уже сейчас говорю, это все общее место. Вот. Значит, должно быть что-то другое. Да, возникла тема детской мотивации. Вообще говоря, о мотивации никто никогда не говорил до примерно конца 60-х, 70-х годов. Не было такого, что он еще должен быть, оказывается, и мотивирован, и я от себя добавляю еще уже про нынешние времена, еще и благополучен. Да нет, вот сел, нравится, не нравится, спи, моя красавица, да, как говорится. Никто не говорил о его там, я не знаю, удовольствиях, мотивациях, интересах и так далее, и так далее. Сегодня мы пришли к другой ситуации. Более того, я еще добавлю, так сказать, перца в эту ситуацию, потому что родители еще пришли. Родители же начинают требовать, родители не разрешают, да, там, я не знаю, как-то что-то разрешают делать со своим ребенком, а что-то не разрешают. Да, камеры повешенные, вот в России еще не очень это распространено, да, а во всем мире, в принципе, вы можете в любой момент подключиться к стриму, который идет с урока, на котором находится ваш ребенок, посмотреть, и кричит ли на него педагог. Вот, эта ситуация совершенно ненормальна для обычных, директор школы, это же просто царь и бог, вот, особенно в маленьком городке, положим, как-то, да, а сегодня он вынужден, он поворачивается, как цыган на ярмарке, что называется, понимаете? Поэтому это объективно крайне трудная ситуация. Значит, где-то приоткрывается, где-то там мы какую-то ширмочку, я сейчас не про ширмочку все речь, поставили, да, дали возможность детям туда зайти, вот, и там нельзя камеру повесить, обратите внимание, ведь вот же в чем неприятно. Вот, и вот мы как-то пытаемся вот балансировать в этой ситуации, потому что над нами же еще и начальство висит, которое требует этих высоких результатов, и грехи, где нас то ли включают, то ли наоборот из них выкидывает. Я представляю, как сегодня слышат нас директора, и, наверное, там аплодируют, потому что от того, что мы называем эти трудности, и то, что они с ними каждый день сталкиваются, наверное, нас за это ценить будут, да? Да, действительно, это очевидно. Сегодня роль директора велика, но вместе с тем никто не снимает с него ответственности все равно за то, что дети-то здесь и сейчас каждый день взросление проходит. Поэтому нельзя, так сказать, только в одних проблемах находясь и этим объяснять, правильно? Спасибо, Катерина Николаевна, вы действительно перца-то там понасыпали, подперчили сильно. Ищем позитив. Ищем позитив. Я его для себя давно нашел. И те директора, которые со мной работают, они его разделяют. Сейчас признают. Видите, я сделал такой анонс, рекламу. Сейчас скажу, в чем секрет. Вот три волшебных слова сначала. Смыслы, ценности и приоритеты. Все, что происходит, да, вот как бы мы чувствуем себя несчастными, в том числе и в этих... Ну, во-первых, мы живем в шизофренической ситуации, потому что у нас законодатель поставил личностные образовательные результаты на первое место, да, законодательная власть, а исполнительная власть поставила предметные. И поэтому, как бы, рейтинги нас ориентируют, то, о чем было сказано, на достижение предметных результатов, а вроде как мы не можем остаться и без личностных, да. И вот если мы поворачиваем приоритет в сторону следующей вещи. Сейчас говорю, вот, ну, то, что я говорю, сейчас скажу по телевизору первый раз, да. Смысл школы в том, чтобы учить детей быть счастливыми. Смысл школы заключается в том, чтобы помогать детям становиться счастливыми. Когда меня это натолкнуло на эту идею? Я когда-то, уж теперь лет 10, может, назад, имел счастье быть на семинаре Александра Тубельского, который он вел для директоров. То есть, вот, на водном стадионе в нашей академии по тем временам. И он задает вопрос директорам школы. А в чем смысл вашей профессии? Зачем вы ходите в школу каждый день? И все, значит, ну, коллеги, представляете, что там все? Мы формируем, значит, вот гармоничную личность, там весь набор как положено. А одна дама сказала вот то, что меня и натолкнуло на эту мысль. Она говорит, а я хожу в школу, чтобы сделать хорошо каждый день всем, кого я люблю. А люблю я всех своих учителей, всех своих детей и всех своих родителей моей школы. И я хожу в школу для того, чтобы им делать хорошо, чтобы минимизировать те неприятности и проблемы, которые могут у них возникать. И вот с тех пор я очень сильно задумывался, потому что Тубельский тогда очень поддержал. Он сказал, я не понимаю, коллеги, вот эту даму, ну, я не помню, конечно, как зовут. Вот ее, я говорю, понимаю, а вас всех я не понимаю. Вы про какую гармоничную личность меня тут говорите? Вот. И вы знаете, я тогда начал думать, и я начал об этом разговаривать и с учителями, и с управленцами, и мы стали находить понимание вот этой стратегии жизни. Да, а то, что бывают всякие вещи, ну, бессмысленными в работе управленца в том числе, да, вот каждый день. И мы договорились считать это барщиной, оброком и десятиной. То есть вот для того, чтобы жить, да, для того, чтобы строить какой-то свой мир гармоничный, интересный, счастливый. Да, вот видите, я не боюсь. Да, кстати, слово-то есть в финской школе, вот у них есть программа счастья, то есть как бы, и не только финской, вот. Поэтому вот мне кажется, если мы начнем думать об этом, у нас поворачивается, ну, смыслы, ценности и приоритеты, и мы по-другому воспринимаем происходящее. Да. Ирина, ваш совет. Ну, мне, наверное, странно, не будучи внутри образования, так сказать, давать советы учителям или директорам. Ну, директорам, учителям вообще кому-то ни было, но я бы, наверное, из логики исследовательств, да, который вышел из поля вот только недавно, сказала бы, такую штуку, что мы говорим все время, школа такая-то, учителя такие-то, значит, у нас такие-то. Это немножко не так. Вот у нас было 11 школ, в которых мы наблюдали, они вообще не похожи друг на друга. Это разные школы, это разные ситуации. И школа в Моногороде, где-то на севере, значит, Иркутской области, которая работает счастливо и радостно, вся система построена на обучении разновозрастных групп, прекрасно существует совершенно в другой реальности, чем та, о которой мы говорим, что вот школа устроена так-то. Какие-то сельские школы очень связаны со своим сообществом и так далее, и так далее. Мне кажется, важным все-таки, чтобы эти краски немножко хотя бы внутри себя немножко разбавить и успокоиться, и иметь в виду, что это разные истории, они разные бывают. И чем чаще мы думаем об этом, смотрим на себя, да, и про смыслы, и ходим, понятно, что все загружены и так далее, но пытаемся хоть иногда меняться вот этим опытом и видеть, как это бывает еще. Мне кажется, ситуация становится несколько другой. Мы не можем изменить какие-то тотальные большие вещи, да, что написано во ВГОСах или еще какие-то требования времени, да, ускорения и так далее. Но что мы можем изменить, мы можем видеть, а что у нас в школах происходит. И еще один важный момент. А в ту сторону Урала, которая ближе там ко мне, к Иркутску, там гораздо, по нашим, по крайней мере, да, материалам, там гораздо чаще люди видят изменения. Вот здесь я часто слышала о том, что ничего не меняется, школа остается в советской. А там я вижу, как они видят разницу, что было в конце 80-х, а в 90-е так, а потом сюда, а потом сюда. Вот мне кажется, видеть эту разность, мы в очень разном мире живем. Россия очень большая страна, и ландшафтные, географические и всяческие, экономические. Миллион характеристик. Мне кажется, мы разные. От этой разности можно отчерпать, и там есть и радостные вещи тоже. И причем неожиданно радостные, я бы сказала. Вы знаете, откликается. Вот у меня откликается все, что мы сегодня говорим. И я еще раз убеждаюсь, что тему, которую мы вот за ниточку начали вот так вот подтягивать, вы знаете, ее еще можно вытягивать, и вытягивать, и вытягивать. И мы бы сейчас сели здесь большим столом, с директорским сообществом. И их бы, слушая, тоже бы тянули и тянули. Что точно ценно, что мы увидели главные критерии действительно сегодняшней среды, современной образовательной, она меняется. То, что мы сегодня с вами обозначили, что директору сложно, но в его руках это. Дело чудо. И вы называли этих директоров. Создавать театр. Действительно, из каждого помещения, из каждого пространства делать какое-то волшебное для ребенка. Я еще одно словечко добавлю в эту коллекцию. Романтика. Давайте шепотом. Мы это слово тоже как-то, да, вот оно куда-то, оно забор, забор. А вот чудеса, романтика, это очень важно. Романтика, чудеса, счастье сегодня звучит. Да, вот такие странные слова мы сказали сегодня. А что точно мне цепляет, Лена, у вас? Смотрите, мы разные, и пусть школы будут разные. Безусловно. Чтобы директор понимал, что он не делает, как все, одинаково строим. Он делает свою, любимую, свою, со своим лицом, со своей директорской историей. Но для того, чтобы понять, как это сделать, можно увидеть других. И в этом сообществе понимая и общаться. Вот мне сегодня важно, что мы вот это вот так понабрали. Спасибо огромное вам, Виталья Альбертовича. Вы нашли время. Вот вас сегодня слушать не переслушать. Я сколько раз слушаю. Ну вот я сегодня, можно сказать, прямо из Воронежа. Благодаря современным технологиям я к вам прямо из Воронежа, где я выступал на конференции. При том вашим простым человеческим, очень тонким душевным языком действительно приятно общаться. Спасибо. Елена Евгеньевна, спасибо большое вам. Вам тоже сегодня возвращаться в Веркуск, поэтому хорошей вам летной погоды. Продолжайте исследовать и всегда, возвращаясь, рассказывайте, делитесь, потому что мы будем об этом говорить. Катерина Николаевна, вам огромное спасибо. Вы нашли время, были с нами бесценно. Спасибо большое. Вам тоже хорошего вечера. Спасибо, коллеги. У нас впереди директора, руководители школ. Будьте с нами. Итак, вы еще с нами. Мы продолжаем. Для тех, кто подключился совсем недавно. Сегодня мы ведем первую конференцию ММСО, директор школы. И большая тема года «Образовательная среда» и тема сегодняшнего вечера «Пространство, окружающее ребенка. Что и как влияет». Вы обратили внимание, что поменялись спикеры. И сейчас со мной уже практики. Именно и ценно, что сегодня будут звучать какие-то конкретные практические кейсы для директоров школ. Итак, знакомьтесь. Михаил Викторович Лебедев. Частная школа «Олимп плюс», Москва. Кандидат педагогических наук. Наталья Павловна Ильина. Так получилось, что оба директора частники. Это частная школа, школа-интернат «Абсолют». Московская область, город Серпухов. Добрый вечер. Итак, мы уже обсудили очень много. Проговорили и о школьной среде, и о пространственном окружении. Кстати, это не синонимы. Мы сегодня разобрали это все. Очень много говорили о детском благополучии, об индивидуальном пространстве. О том, что и у ребенка, и у взрослого в школе, сегодня в современной школе, все по-своему устраивается. И главное, чтобы было счастье. Меня это особенно зацепило. Итак, Михаил Викторович, давайте с вас начнем. У вас хороший опыт управленца, и нам сегодня важно узнать ваше мнение. Как осваивается пространство ребенка? Вот ваш опыт, ваше наблюдение, практика. Раскройте. Я думаю, что можно посмотреть на презентацию, и я проиллюстрирую конкретные практики, наши находки, которые мы нашли и нам удалось найти. Но хочется сказать, что в школе мы все проектируем от интереса и запроса ребенка. И особенно важно тех изменений, которые в ребенке могут произойти в результате того окружения, которое мы вместе проектируем. Как школьное пространство влияет на ребенка и как школьное пространство работает на те образовательные результаты, которые составляют, собственно, образовательную программу нашей школы. И какие точки опоры мы можем дать, чтобы помочь освоить школьную среду каждому ученику. На слайде вы можете увидеть наши четыре образовательных вектора, результатов, над которыми мы работаем. Там мышление, учебная самостоятельность, социальная компетентность и как интегрирующая самоэффективность. Уверенность в том, что ученик может решить ту или иную задачу. И теперь вопрос, как форма, школьное пространство может помочь развивать эти образовательные результаты. И мы можем увидеть какие-то наши находки. Но наше еще уникальное пространственное окружение в школе. Мы находимся в лесном массиве, поэтому мы используем каждый уголок нашей школьной среды для реализации образовательных результатов. Двор, как пространство игры, выставочное пространство, очень активно используется не только на уроках биологии. Но, как вы видите, дети здесь выстраивают свои разные игропрактики, разные выставки делают. В школьном пространстве мы пытаемся максимально открыть двери, показать вообще, что происходит внутри процесса. И вот пример прозрачных дверей, участие детей в проектировании разных школьных кабинетов, так и оформления. Вы видите здесь примеры различных использований, абстракций, фигур. Причем как внутри здания, так и снаружи. Где мы вместе проектируем различные арки. И вот здесь арт-объект, крафтовая технология картон. Просто буквы, где дети участвуют, об их присвоении. Они по-разному их оформляют, делают. Конечно же, школа – это пространство игры. Дети начальных классов, подростковой школе познают многое через игру. И среда провоцирует и должна провоцировать эти игровые моменты. И, соответственно, мы и как в кабинетах, так и в разных школьных коридорах, рекреациях делаем такие места, где можно участвовать в разных играх. И здесь также примеры. Мы видим, что, например, здесь ученики начальных классов, пространственная среда, ковер, дети играют, пожалуйста, в футбол. А рядом ребенок с куратором занимается своей индивидуальной работой. В соседнем слайде видим, что есть место, где дети могут играть в шахматы и, соответственно, в личном пространстве находиться. Конечно же, необходимо выходить. Как говорится, образование осуществляется везде. Не только в кабинетах, не только вне школьного здания. Ну и в коридоре, например, мы видим, что занятия вне классов могут проходить. Дети их особенно любят, им нравятся разные нестандартные, в том числе, места. Конечно же, это использование разной школьной мебели для трансформации максимальной пространства в зависимости от тех задач, которые на конкретном уроке мы решаем. Это могут быть как индивидуальные работы, это могут быть какие-то групповые формы. И здесь как раз это все можно увидеть. Вот это все разные примеры, где мы используем именно трансформацию, мобильность среды, парт, учебных кабинетов. Здесь вот отдельно показано, что, конечно же, большое значение по мере взросления ребенка, проявление навыка социальной компетенции состоит в том, чтобы дети получили пробы сотрудничества, где это можно осуществить в разных местах. Большой потенциал и большая содержательная ресурсная база для этого — это 3D-комплекс Сергея Владимировича Реутского. И мы для детей спроектировали данное пространство, где мы можем как раз предложить возможность детям попробовать себя, попробовать себя в риске, где-то в игре и прежде всего в командном взаимодействии. Конечно же, большое значение имеет для развития учебной самостоятельности присвоение пространства и участия детей, в том числе в создании своих объектов, которые будут, например, находиться в кабинетах. Вот здесь мы можем увидеть часы, когда дети сами проектировали, это большая. Проектная работа, по большому счету, когда всем классам, это кабинет начальных классов, дети договаривались, какие это будут часы, какой это будет цветовой гамме, как это будет восприниматься. И мы видим результат. С левой стороны это дошкольники создают свои календари, и это важные точки опоры, которые позволяют тоже понимать, во-первых, не только причастность к среде, но и те моменты, которые их окружают. Это расписание, структура дня. И это имеет, на мой взгляд, большое значение, если мы говорим о присвоении ребенком среды. И магнитно-маркерная доска – это большие, конечно, поверхности, которые дети могут по-разному воспринимать, рисовать, помимо именно учебных разных уроков, использовать для творчества. И вот здесь такой управленческий ход. Вот здесь на слайде с левой стороны кабинет директора. Это левая сторона. Да, с левой стороны и с правой стороны – это все кабинет директора, где в моем кабинете большая есть доска магнитно-маркерная. И идея такая, что если мы в управленческой команде работаем в таким образом, когда вместе проектируем, делаем какие-то записи, размещаем важные моменты, таким же образом взаимодействуют учителя, и к конечному итоге работают дети. С правой стороны здесь прям урок биологии. У нас в школе разные события есть. Это день нового, когда мы приходим в школу, и, например, в данный день у детей в новых местах проходят уроки. И вот здесь урок седьмого класса, а биологии им попал кабинет директора. И, соответственно, у них урок биологии проходит в моем кабинете, а я ушел в учебный кабинет работать. Это какой-то особый день? Да, у нас… То есть что-то все меняется? Да, день причастности к новому. Как часто бывает? Ну, это в рамках сферы, сферы личности. Мы учимся действовать в ситуации неопределенности, и вот такая практика детям тоже очень нравится. Ну и учителям, и нам, взрослым, тоже мы вовлечены в этот процесс. И я с удовольствием провел часть своего дня в учебном кабинете, а дети занимались в моем кабинете. Можно мне сразу вот здесь вклиниться и вопросы позадавать? Да, конечно. Разрешите, Михаил Викторович? Вот уже много интересного звучит, поэтому вот первое. Почему, и вернее нет, по-другому. Большая ли школа, кратко расскажите нашим коллегам, и действительно ли появляется такое новшество, когда в какой-то день класс или несколько человек узнают новое пространство? То есть я просто думаю, сколько нужно быть, насколько большой школе, чтобы постоянно находить потом это новое пространство. Это первое. И второе, как вы относитесь к тому, что дети осваивают или делают пространство многофункциональным? Есть ли такие примеры, есть ли такой опыт, когда дети сами находили другую функцию этому пространству? Что касается школы, школа у нас полного дня, дети находятся в школе с 8 часов до 7 вечера, и у нас все классы представлены с 1 по 11 класс. Еще есть подготовительный класс, там мы реализуем программу дошкольного образования, подготовительного отделения. Поэтому как часто такой день? У нас внеакадемическая программа поделена на ряд сфер. Одна из сфер – это сфера личности, и личность должна учиться пробовать себя в разных нестандартных ситуациях и вообще в возможность действовать в ситуации неопределенности. Поэтому команда придумала вот такое событие, когда уроки, например, или какая-то внеурочная активность осуществляется в новом месте. И вот мы пока пробуем разные варианты, и вот такая практика уже живет. Как будет часто, но это покажет время. Очень ценно, что сначала идет содержание, а затем вы пространство включаете под эту содержательную задумку. Еще что-то хотели сказать? По поводу второго вопроса. Как дети используют разные функции пространства? Вот здесь наша риторика такая. В зависимости от того, какую задачу мы решаем. То есть если у детей задача существует, перед ними учебная задача, например, когда они выходили не только в школьный двор, когда у нас очень много там, соответственно, лесной массив, деревья и так далее. Ну и выходили и говорили, что вот тут конкретных данных видов они не находят, можно ли выйти за пределы вообще. Конечно, они выходят и ищут новые способы, в том числе территории как учебного пособия, скажем так, и разные возможности. Но в зависимости от различных функций здесь много разных можно приводить примеров, когда дети, ну вот, кабинет директора используют как учебный кабинет. Кстати, коллеги, те, кто нас слышит, мы сегодня уже несколько раз затрагивали тему кабинет директора. Спасибо, Михаил Викторович, вы тоже сегодня предложили. У него появляется новая функция. Это информационная и работа не только с педагогами или со взрослыми, но и с детьми. Коллеги, я вновь закидываю в чат вопрос. Есть ли у вас опыт, когда или наблюдение, что кабинет директора сегодня меняет и тоже стает многофункциональным? Какие есть интересные идеи, изюминки, вы можете делиться, потому что ваши записи в чате, это как раз уже получается кладезь для всех нас. Мы можем делиться таким образом, поэтому пишите, коллеги, как сегодня многофункционален кабинет директора. Изменилось ли его назначение с того периода, когда это просто был кабинет страха? Вот я, например, понимаю коллеги, мне кажется, мы с вами все давно сами учились в школе. Я помню в свое детство, что кабинет директора, и, кстати, еще долгое время потом эти мифы поддерживались, кабинет директора не надо заходить, потому что если это вызывает, то это для чего-то для большого разбора. Вот такая функция у кабинета директора была очень долгое время. Вот, коллеги, еще раз, сегодня эта функция тоже основная или совершенно по-другому? Сегодня действует пространство кабинета директора. Вот вы сегодня показали свой пример. Ну что, включаетесь, Наталья Павловна? Я вот про кабинет директора не могу сказать, что он трансформировался. Это единственный кабинет, где сейчас у нас не обучаются дети. Мы все кабинеты в этом году сделали учебными, библиотека как таковая существует, только когда входишь в нее и видишь, что это открытое пространство, но при этом это кабинет литературы. То есть у нас сейчас пространство все работает, все учебные кабинеты, кроме кабинета директора. Но для того, чтобы рассказать о школе, мне нужно... Наталья Павловна, ваша презентация. Ну да, прежде всего нужно сказать о том, что мы школа, которая, наверное, отличается от всех. Мы единственная школа в России, частная инклюзивная школа. И финансируемся мы не родительская оплата, а финансируемся мы фондом «Абсолют помощь». Школа существует уже седьмой учебный год. И свою уникальность мы сохраняем и будем так и дальше работать. У нас сейчас уже 145 обучающихся. И еще один момент, в котором мы сильно отличаемся. Кто к нам придет, мы не знаем, потому что приходит ребенок, который попал в приемную семью. Приемные семьи, 17 приемных семей живут от нас через забор и ходят в свою калитку, входят во двор школы. Значит, и какой приедет ребенок, с какими травмами, что в его жизненном портфеле, скажем, мы не знаем. И нам очень быстро нужно подстраиваться под ребенка. И, в принципе, идеология развития нашей школы как раз-таки вокруг того, чтобы школа была реальной школой разных возможностей и равных возможностей. В связи с тем, что у нас образование не доминирует, у нас социализация и вот как раз ваш вектор социальные навыки, коммуникации, компетенции. Для нас важна социализация и формирование как раз-таки социальных навыков и самостоятельности. И пространство нашей школы продумано до мелочей. Именно мы учим готовить, мы учим общаться, мы учим договариваться, мы учим в автомастерской, мы ведем детей в клубы. И у нас пространство, учебные кабинеты, мастерские наши имеют небольшие размеры для того, чтобы это была такая камерная обстановка. И, как правило, с мастером работают 3-5 детей максимум. То есть у нас, получается, продумано вот в это направление школа. Если говорить о том, что стандартные такие направления, которые и в дополнительном образовании сейчас практически в каждой школе, это и художественная направленность, и техническая, и социально-педагогическая. Но у нас ручной умелости мы уделяем такую львиную долю. Почему? Потому что дети, пришедшие из детских домов в приемные семьи, в опекаемые семьи, они, как правило, в детстве потеряли период, наверное, некрасивое слово, но при этом потеряли, период, когда формировалась мелкая моторика, когда формировались элементарные навыки о представлении семьи, о представлении себя, о представлении мира. Есть истории, которые не только там в детстве, там до 9-10 лет. И мы с опозданием, дети попадают к нам вот с таким опозданием в развитии, и мы вынуждены, мы обязаны сделать так, чтобы мелкая моторика формировалась тогда, когда он уже пришел к нам. Отсюда у нас швейное дело, кукольная мастерская, гончарная мастерская. У нас топовая, это вот гончарная керамика. И мы сейчас, все мастерские наши производят полностью атрибутику, символику, комплименты для наших гостей в наших мастерских. Поэтому у нас вот этому уделяется очень серьезное такое внимание. Но при этом мы современные мастерские делаем. Мы сейчас вот в сентябре в этом году открыли автомастерскую, которая на уровне стандартной, настоящей автомастерской. И наш партнерский контур, наши партнеры, компания «Авелон» нам помогали делать вот именно наполнение этой автомастерской. И мы сейчас в соответствии со своей лицензией профобучения будем давать уже и документы. На базе этой мастерской уже ведется обучение. У нас есть соответствующая всем стандартам швейная мастерская. Почему мы уделяем этому внимание, именно ведем в профильное обучение? В связи с тем, что в школе 50% детей с особыми потребностями, ну их еще называют дети с ОВЗ, дети с нарушениями, но я считаю, что это четко, дети с особыми потребностями. Наша задача дать им не только образование, не только научить коммуницировать, даже просить помощь, обращаться, а еще и дать первые навыки профессиональные. И мы в прошлом году выпустили первых детей, которым дали как раз-таки документ о том, что прошел курс швеи. У нас настоящая пекарня, и у нас оборудование, которое дети сами выпекают то, что едят на полдник. У нас школа полного дня, как вот уже коллега говорил, это актуально для наших детей еще и по другой, не только по причине того, что им негде быть, а по причине, что мы за половину дня, если бы они у нас находились там до обеда, мы бы не успели то, что нам нужно вложить и дать возможность каждому ребенку. Мы словарные слова учим всей школой, и вот в этом году, 1 ноября, к нам пришел ребенок в первый класс, 16-летний. И, соответственно, с ним работает там 11 педагогов, и мы учим его сейчас считать, читать, и ручная умелость у него формируется, соответственно, в 16 лет. Вот вы видите, как у нас устроена школа полного дня, и под это сформировано пространство, не только под, скажем так, профильные какие-то направления, а каждая часть дня, она в определенном пространстве и с определенной ролью педагогов. Мы же говорим о пространстве, пространственном окружении, это не только среда, это еще и человеческий фактор. И как раз-таки у нас он очень важен. Почему? Потому что это, как правило, дети очень тактильные, дети, которые учатся обниматься, учатся дружить, общаться со взрослыми. Значит, у нас очень важный момент, о котором я сказала, что мастерские обслуживают учебный процесс и воспитательную работу. Так вот полдник, который у нас стоит в середине дня, его обслуживают мастера профобучения, они выпекают выпечку, полностью передают в столовую, и в столовой уже, скажем так, труд тех детей, которые обучаются. Посмотрите, коллеги, у вас две разные школы, две разные истории, но каждая как кейс упакованная. Вот так получилось. Мне кажется, что так и должно быть, и сегодня ценно звучит, что смысл школы наполняет каждое пространство, каждую клеточку, как организм. Мы ведь не случайно в последнее время все говорим экосистема, школа экосистема. Так вот эту экосистему нужно каждую клеточку наполнить. Коллеги, у меня к вам будет один вопрос. Мне кажется, сейчас наши зрители, директора, сидят и точно строчат в чате. А когда нет средств, ну вот так сегодня директор живет, и он думает, что у кого-то их много, этих средств, и тогда у него вот такая насыщенная многофункциональная среда. А у кого-то их нет, значит, среда может и не быть такой. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Только ли средства, ресурсы делают эту среду? Или что есть главный ресурс этой среды? Вы знаете, здесь вопрос не в средствах. Вопрос в том, что мы, например, формируя вокруг себя, вокруг школы партнерский контур, и, например, вот вождение, водитель автотранспортного средства, мы запустили программу. Первое – под запрос детей, второе – под запрос родителей, третье – мы не вложили в нее ни рубля, мы просто привлекли автошколу, которая нам поставила автотренажер, вот можно его показать, нам поставили автотренажер, и, соответственно, обучение идет по их программам. А пойдет ли дальше ребенок на платный блок, когда он будет сдавать, например, экзамен? Это уже вопрос к автошколе. И таких примеров по партнерскому контуру я могу привести много. Тем более мы находимся очень далеко, в деревне Рай-Семеновское, это городской округ Серпухов. Мы в тупичке, в лесу, и еще к нам добраться нужно. Михаил Викторович, вы как отвечаете? Да, я тоже поддержу коллегу о том, что среда – это не обязательно ресурсы материальные. Это, безусловно, все то, что окружает ребенка, это и составляет его среду. И здесь, на тех примерах, которые я показывал, мы могли увидеть многие вещи, которые делают собственными руками. Руками детей, руками учителей, конечно же, максимальная вовлеченность взрослых, педагогического коллектива. И когда мы все вместе продумываем какие-то… Есть много примеров, когда дети могут самостоятельно привносить свой след в среду. И для этого не нужно каких-то больших ресурсов, когда они сами рисуют экскиз. Соответственно, в нашей школе подходят к куратору, далее говорят о том, что хотелось бы вот здесь, в конкретном учебном кабинете, стену сделать вот такую. И там небольшие требуются ресурсы для, условно, краска, для того, чтобы осуществить детскую инициативу. И здесь большое, конечно, значение имеет, чтобы среда заиграла, как говорится, полными красками. Необходимо поддерживать детскую инициативу. Тогда и будет проявляться самостоятельность. Отлично. Мне кажется, мы сегодня зацепили еще одну тему, ее мы продолжим обязательно на следующей конференции. Это как умеют договариваться участники процесса, насколько эта договоренность позволяет инициировать или реализовывать свои идеи. Потому что мы сегодня в первой части уже коснулись, что школа все равно нормирована, очень много задано, так скажем, ограничений. Все, что вы говорите, говорит о некой свободе, о воздухе этих отношений. Поэтому следующие, коллеги, будут конференции. Обязательно следите за анонсом наших конференций последующих. Она как раз будет посвящена культуре отношений и формировании этой среды, где все на равных. И где эта свобода. Ну что, я благодарю вас. Вы сегодня чуть-чуть приоткрыли завесу своей истории. У вас оригинальные кейсы. И я рада, что вы сегодня нашли время и были здесь с нами. Конференция МСО, директор школы, образовательное пространство. И мы еще не завершаем. Будьте с нами. Ну а сейчас, коллеги, мнение эксперта. Вновь экспертная позиция. И у меня в студии Елена Владимировна Иванова, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур Научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования Московского педагогического городского университета. Вечер добрый. Вечер добрый. Елена Владимировна, мы сегодня много говорим. Мы уже слышали и философский взгляд на образовательную среду и пространство. И взгляд практика. Сегодня мне важно, чтобы мы подытожили и посмотрели, а как с исследовательской точки зрения сегодня работает с пространством школа. Хватает этого опыта? Или нам нужно сегодня что-то здесь переосмыслить? Итак, ваше мнение. Вы знаете, на самом деле очень давно уже не проводилось таких глобальных исследований среды, образовательной среды, разных ее компонентов. И вот в 2018 году был запрос от корпорации «Росучебник» к нашему Московскому городскому педагогическому университету. И при поддержке Всемирного банка мы проводили такое большое исследование по формированию современной образовательной среды. Мы разработали концепцию изменений, что необходимо сделать, какие есть препятствия, дефициты на пути изменений пространства образовательных организаций. Мы изучили отечественный опыт образовательной среды, изучили лучшие кейсы и практики зарубежного опыта. И, в общем-то, сделали такое аналитическое резюме, подключив экспертов по образовательной среде. Это были и директора как российских школ инновационных, это были директора финских школ, датских, армянских школ, которые как раз говорили о том, что же значит современная образовательная среда, какие ее критерии, какое качество этой среды, какую личность она должна формировать. То есть образовательная среда – это только ли образовательная архитектура и пространственно-предметная организация? Или это пространство, где, в общем-то, мотивация на будущее совершение, то есть которое представляет лучшие технологии, лучший опыт, лучшие какие-то примеры философии, жизни, мировоззрения формируются у старшеклассников? Или это место, где должно происходить как можно больше разных коммуникаций и коллабораций у детей с носителями образовательного контекста, между собой, где формируется сообщество сверстников? И вот, подведя аналитическое резюме, мы дали в своем исследовании ряд параметров, критериев современной образовательной среды и как должна развиваться современная школа. У вас есть несколько кейсов. Хотя бы на одном каком-то кейсе покажите все, что сегодня ценно нашим коллегам, директорам узнать. Хорошо, я расскажу один очень интересный кейс, потому что мы работаем с государственными школами. Вы понимаете, это всегда есть сложности бюджета, это всегда есть сложности вот таких трансформаций и преобразований, и есть сложности с алгоритмами ремонтных работ, которые бы хотелось воплощать в жизнь. Сразу хочу сказать, что любое взаимодействие со школой мы начинаем с исследования. Мы должны понять, какие есть действительно дефициты, мы должны понаблюдать тем, как живет школа, и увидеть какой-то запрос. Ну и, конечно же, мы в первую очередь работаем с управленческой командой, с директором, потому что любой директор, он амбассадор этих изменений. Без него у нас не получится реализовать ни один проект. Я хочу рассказать про очень интересный кейс со школой Артема Боровика, где поступил такой запрос от управленческой команды, от команды педагогов на то, что необходимо создать пространство социального взаимодействия для старшеклассников. Это было связано с рядом причин. К школе был присоединен еще один комплекс, еще одна школа. Разные дети старшего возраста перешли в это здание. Необходимо было какое-то пространство, которое бы объединило разных детей из разных школ уже достаточно во взрослом возрасте. Мы идем всегда по пути использования механизмов соучаствующего в проектировании. Мы привлекаем к процессу проектирования детей, педагогов, управленческую команду. И вот здесь очень интересный кейс получился именно с точки зрения того, что сами дети говорили о том, что им не хватает в пространстве школы. И вот здесь оказалось, что, например, в рекреациях можно было бы сделать и учебные пространства. Не всегда учебный процесс может стартовать только в классе. Они говорили о том, что им очень важно иметь пространство неформального общения, куда бы ни ходили педагоги. Потому что, что греха таить, у нас школа очень часто не про приватность, не про уважение личных границ, а про их нарушения. И вот дети очень часто делают запрос на приватность. Делают запрос на то, что должно быть место, которое принадлежит только им. Ну и, в общем-то, несколько зон детьми проектировались. Потом анализировались нашим дизайнером Екатериной Барсуковой. И она это заложила в дизайн-проект. Конечно же, с учетом всех санитарных требований и санпинов, и пожарной безопасности. И, конечно, использование материалов, которые подходят только под школу. И вот посмотрите, что мы представляли, какие варианты. Скажите, а дети участвовали в приемке этого проекта? Да. Дети даже участвуют в эти моменты. Вот фокус-группу мы проводим после того, как дизайн-проект готов. Они смотрят, действительно ли их пожелания, идеи были учтены. Иногда мы, конечно, сразу оговариваем такой момент, что не все идеи будут учтены, потому что некоторые идеи могут противоречить санпинам. Да. Но дети в целом остались довольны. Мы представляли этот проект и управленческой команде. И управленческая команда сказала, что не только реализует это, но и сами с удовольствием пользовались этим пространством. И вот школе, несмотря на сложные вторую половину года, это 20-й год, локдаун, им удалось сделать ремонтные работы в ряде рекреаций, и у них получилось вот такое пространство. Пространство групповой работы, которое заняло ученическое самоуправление. Видите? Это то, что делается силами школы в рамках текущих ремонтов. Вот дети создают пространство неформального общения, которое тоже нашло воплощение в дизайнерском проекте. И вот как школа это реализовала. То есть тут самый главный момент потом, когда мы разговаривали со старшеклассниками, что они не всегда привыкают, что проект действительно будет реализован. И вот это не обмануть надежды детей, не обмануть их вот уверенность в том, что это будет реализовано, и это будет пространство отдано им, это самая важная часть вот этих проектов. И вот посмотрите, действительно, в обычной школе, если подойти с умом, грамотно, через исследование, коллаборацию и соучастие, можно реализовывать такие проекты. Хорошо, кстати, что вот один кейс, завершенный кейс. А, кстати, сейчас, как используют пространство дети и взрослые? Как-то у вас есть информация? Это есть взаимодействие? Конечно, в прошлом году, весной, мы проводили фестиваль инфраструктурных решений, туда приезжали участники других школ, которые тоже заинтересованы, задавали много вопросов. И действительно, мы используем разные такие приемы, которые для школы не характерны. Отлично. Коллеги, вот на одном кейсе, спасибо, Элина Владимировна, вы очень наглядно показываете, как можно сообщать, делать. То есть здесь и исследователи, и архитекторы, и школьные управленцы, и учителя, и дети могут быть инициаторами, участниками, реализаторами этого проекта. То, что можно друг у друга брать идеи, вот опять же, это о школьном сообществе, и даже вне школьного сообщества, мы говорим о сообществе тех же самых директоров, когда мы понимаем, как это происходит у коллеги. А я вот еще на один момент вышла. У нас сегодня в государстве очень активно строятся новые корпуса и новые школы. И уже, я не знаю, как владеете мне этой информацией, я несколько раз слышу, что школу проектирует одно сообщество, например, дизайнеров, а со сдачей заезжает туда школьный коллектив, в школьное сообщество, реально дети и учителя. И то, что проектировали в новой школе, и то, что потом будут осваивать, это два мира появляется. Вот как сделать так, это я к вам, Елена Владимировна, задаю, если действительно вы тоже этой информацией обладаете, как сделать так, чтобы то, что задумано как новое пространство, современная школа, потом осваивалось максимально даже, и все, что задумано, туда потом вернулось. Потому что как осваивает пространство коллектив, это будет, возможно, другая история. Вот как вы с этим? Ну, смотрите, во-первых, конечно, здесь мы не изобретем что-то новое, велосипед, например, потому что социальный дизайн, он появился еще в конце 60-х, 70-х годов. Это как раз когда архитекторы и дизайнеры начали привлекать пользователей пространства на этапе проектирования вот к этому процессу. О том, что они спрашивали, что вам необходимо в этом пространстве. И вот услышать пользователей будущих, пользователей пространства, это одна из главных задач, которой сейчас стоит учиться. А там, где у директора перспектива, новый корпус получить, директору надо войти на этапе закладки первого кирпича. Я так считаю, это моя принципиальная позиция человеческая. Почему? Потому что уже коллектив детей и взрослых должен вкладывать туда душу, идеи, смысл, обживать его. У меня есть опыт, когда директору пришлось решить неимоверную трудную задачу. Ей нужно было убрать старое здание, ну, убрать, я имею в виду, понятно, что не она его убирала, но, по крайней мере, задача была такая. Снести старую школу и построить новое здание на этом же месте, этой же школы. Вы представляете? Легко нам рассуждать, если мы строители. Ну что, снесли старое, давно построенное, и новое, красивое, архитектурное, все с современным проектом. Но ведь это же воспитательная история. Знаете, что сделала коллега? Они прощались со старым зданием, обнимали его, водили вокруг него какие-то там, я не знаю, ритуальные хороводы, затем запечатлели и маленьким детям объяснили, что школа вырастет. И потом, когда она строилась, они этим и этой историей, этим миром жили все вместе. Ходили, наблюдали, додумывали, проектировали и открыли уже, как свою подросшую школу. Это вот отличный пример, потому что у нас в стране должна начать формироваться культура сохранения истории и сохранения артефактов. К сожалению, даже при капитальных ремонтах, а мы не умеем работать с артефактами школы. Вот. Артефакты – это тоже тема. Они отдельные элементы старого здания встроили, вкрапили сейчас в эту свою пространственную среду и этим самым историю перенесли на вновь построенное здание. У меня к вам, Елена Владимировна, вопрос. Я прошу, чтобы вы свою тоже принципиальную позицию озвучили. Какова роль директора школы сегодня вот в этом всем огромном переплетенном процессе? Ну, как я уже говорила, что директор – это не только главный заказчик всех изменений, он амбассадор изменений. И это человек, который должен быть готов к переменам, должен понимать, как меняется образовательная архитектура и пространство, то есть у него должен быть опыт насмотренности. Он должен даже где-то поучиться тому, какие новые материалы используются, какие механизмы, как привлекать всю там общественность, родительскую общественность, общественность микрорайона, потому что важный момент – станет ли школа, например, социокультурным центром этого микрорайона, откроет ли она двери для жителей микрорайона, как будет взаимодействовать с микрорайоном. И, конечно же, важно спрашивать педагогов, учеников, что им необходимо. Ну и, конечно же, проектировать школу на будущее. Не использовать старые механизмы, старые приемы, алгоритмы, а думать о том, что это уже школа будущего. И имея как раз такую возможность сейчас, потому что благодаря национальному проекту образования сейчас много федеральных программ работает, выделяются деньги на капитальные ремонты, новые строительства. И очень бы хотелось, чтобы сейчас эти школы уже выглядели как школы будущего и стали пространством мотивации детей. А таким третьим местом для ребенка, куда хотелось бы приходить. К вам, к вашей речи, ничего уже и добавить-то не стоит. Коллеги, спасибо, что были с нами. Конференция ММСО «Директор школы». Имейте опыт на смотренности, на слушанности, на еженности. Вообще вовлеченности в процесс, с душой работать. И тогда действительно дело сладится. Коллеги, всем прекрасного вечера и отличных результатов. До встречи.